Дональд Трамп – миллиардер, предприниматель, шоумен и человек, который не верит в свой проигрыш на выборах США. В 2016 году победа Трампа была феноменальной. За всю историю страны это был единственный раз, когда Белый дом возглавил человек, не занимавший прежде ни один государственный пост. Как владелец строительного конгломерата и организатор конкурсов красоты убедил жителей США, что именно он должен управлять страной. Помните, как создатели Симпсона предсказали Трампа на президентском кресле? Когда их спросили, как им это удалось, они сказали, что просто взяли самый абсурдный вариант, который только придумали. Но в итоге это стало реальностью. Как? Если хотите разобраться, кто такой Дональд Трамп на самом деле, досмотрите выпуск до конца. Дональду Трампу повезло. У него были отличные начальные активы для успешного старта, и важнейшим из них было образование. В наше время хорошее образование не менее важно. Но если во времена юности Трампа самой перспективной отраслью была недвижимость, то сейчас это компьютерные технологии, машинное обучение, искусственный интеллект, нейросети и deep learning. С их помощью можно научить программы делать что угодно. Например, учитывая поведение посетителя сайта, предлагать ему дополнительные товары, которые он, скорее всего, купит. Такие технологии применяются все шире и шире, и рынок все больше нуждается в грамотных специалистах. Средняя зарплата которых от 120 тысяч рублей на начальном уровне и от 170 тысяч на среднем. Где же получить необходимые навыки, чтобы стать таким специалистом? В онлайн-школе Skill Factory открыт набор на курс Data Science. Здесь вы можете проработать все составляющие профессии. Python, машины обучения, нейросети и deep learning. Основы Big Data и Data Engineering. Чтобы дать студентам действительно глубокое понимание предмета, программу дополняет специальный курс математики и статистики. А чтобы понимать, как аналитика данных работает на практике и внедряется в продакшн, в программе есть модуль менеджмента. В Skill Factory есть целый карьерный центр. Здесь вам помогут с резюме, предложат вакансии от партнеров и организуют собеседование. За время обучения вы соберете 10 кейсов для портфолио. Таким образом у вас будет все необходимое для трудоустройства. Записываясь на обучение прямо сейчас, вы имеете возможность пройти его за полцены. Акция действует до 30 декабря. А если введете промокод MENTAL, то получите скидку не 50, а целых 55%. Переходите по ссылке в описании, узнавайте подробности и получите скидку. Удачной учебы! Чтобы понять, что из себя представляет личность 45-го президента США, совершим небольшое путешествие в его прошлое. Мальчик по имени Дональд родился 74 года назад в одном из густонаселенных районов Нью-Йорка. Его отец был бизнесменом, и сын после окончания военного училища решил пойти по его стопам. Уже тогда молодой Трамп видел пример отца и мечтал о лучшей жизни. С 13 лет Трамп учился в школе-интернате Нью-Йоркской военной академии. Это довольно известное учебное заведение в США со строгой дисциплиной. Американская версия Суворовского училища для детей из богатых семей. Помимо базовых предметов, там мальчика научили азам военной службы. Трамп писал, что закалился в училище, стал намного более сильным и упорным, так как приходилось преодолевать испытания, физические и интеллектуальные. Трамп получил множество наград за усердную учебу и службу, был капитаном бейсбольной команды. В 1964 году даже получил награду тренер за то, что учил других ребят правильно играть. Так военная академия помогла Дональду развить усердие и лидерские качества, которые очень пригодятся ему в дальнейшем. Свои книги «Искусство заключать сделки» Трамп пишет. «После окончания Нью-Йоркской военной академии в 1964 году я думал о поступлении в киношколу, но в итоге решил, что недвижимость – это более прибыльный бизнес». Он начал учиться в Фордемском университете, через два года осознал, что учеба там – это не то, что ему нужно, и поступил в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета, который успешно окончил и начал карьеру в сфере недвижимости в компании своего отца. Как мы видим, молодой Трамп мечтал о славе артиста, но уже в то время был довольно расчетливым и предпочел бизнес. И не прогадал, спустя несколько десятилетий он уже мог похвастаться сетью небоскребов и отелей по всей Америке и даже за ее пределами. Именно бизнес и помог ему реализовать потребность блеснуть на киноэкране. Помните, в каком фильме вы могли его видеть? Верно, в одной из наших любимых новогодних комедий «Один дома два», где миллиардер сыграл эпизодическую роль. Как он туда попал? Очень просто. Отель Плаза, в котором решили снимать фильм, принадлежал Трампу. И он поставил условие, что должен засветиться в киноленте. Американцы могли видеть своего будущего лидера и в других фильмах и сериалах, популярных у среднего класса. Миссис Дональд Трамп! Миссис Дональд! О, мой Бог! Трамп преуспел и в роли ценителя женской красоты с 1996 по 2015 год будущему президенту принадлежал самый крупный международный конкурс красоты – Мисс Вселенная. Итак, что же представляет из себя кандидат в президенты Дональд Трамп образца 2015 года? Это был бизнесмен и шоумен, участник международных конкурсов и телепрограмм. Жителям США не нужно было объяснять, кто это такой. У будущего главы Белого дома был сформирован определенный образ, знакомый почти всем – от крупных городов до глубинки. Трамп выглядел как улыбчивый и в меру скромный добряк, который не прочь подшутить над оппонентами и самим собой. Очевидно, Трампа не нужно было учить поведению в кадре. Уже в начале своей политической карьеры он отлично знал, как приветствовать зрителей, как профессионально уходить от неудобных вопросов и как и когда разрядить обстановку невинной шуткой. Трамп также использовал свое знаменитое рукопожатие как элемент дестабилизации оппонентов. У него явно был пунктик по этому поводу, но я уже рассматривал это подробно в других видео, поэтому повторяться не буду. А лучше посмотрите те выпуски. Взглянем на одно из первых ралли, так США называют длительные предвыборные выступления Трампа в штате Невада в октябре 2015 года. Он начинает речь с шутки, как бы свысока глядя на зрителей перед трибунами. Трамп не стесняется своего богатства, напоминая, что у него больше денег, чем у кого-либо. Этим он как бы говорит, да, я богат, я знаю, как эффективно управлять бизнесом, смогу управлять и страной. И в то же время показывает, что не деньги мотивируют его стремиться на самый высокий пост, а искреннее желание сделать что-то великое для своей страны. Поза и открытые жесты американского президента во время каждого предвыборного обращения к сторонникам как бы говорит, я расслаблен, я уверен в вашей поддержке, я могу на вас положиться. Если внимательно понаблюдать за Трампом в те моменты, когда он обращается к публике, то можно отметить эту характерную для него позу. Он стоит как бы полубоком, одна рука всегда держится за край трибуны. Трамп облокачивается на локоть, как будто ждет заказ в ресторане быстрого питания. Много ли вы видели президентов, которые вот так читали бы свою речь? Трамп – кинозвезда, шоумен и публичная личность, умеющая заводить публику. На ралли он привык выходить с пафосом и шумом и заканчивать тем же самым. Он прекрасно знает, что лучше всего запоминается именно начало и конец выступления. Это и должно быть самым эффектным. Это так называемый закон края. Он пританцовывает и машет своим фанатам, указывает на некоторые из них пальцами, как бы одобряя их выбор. Для сравнения взгляните, как к поклонникам спускается главный оппонент Трампа – Джозеф Байден. Одна из главных политических линий демократа – борьба с коронавирусом, которой Трамп, по мнению его соперника, не уделяет достаточно внимания. Поэтому он всячески демонстрирует свою щепетильность в этом вопросе не только риторикой, но и собственным поведением. Пока президент США танцует на фоне рева толпы под всеми любимую песню, Байден в тишине общается с журналистами. Конечно, подобная открытость и близость к людям подкупает, но на фоне коронавирусной инфекции, которая нанесла огромный урон США, такая легкость и беспечность Трампа, восприятие некоторых людей может играть и против него. Ну что ж, мы увидели, как Трамп выступает перед публикой, а теперь давайте посмотрим, как он ведет себя с политическими оппонентами. Тут он использует прием, который за годы президентства стал его визитной карточкой. У Трампа есть удивительная способность отдавать политикам клички, которые потом приклеиваются на всю жизнь. Своего оппонента по выборам, Джозефа Байдена, Трамп называет «сонным Джо», демократу 77 лет. И Трамп не упускает случая подколоть его за медлительность и переклонный возраст. Хотя он сам всего-то на три года моложе Байдена. 42-го президента США Билла Клинтона Трамп окрестил «Диким Биллом», а представителя США от 10-го избирательного округа Нью-Йорка Джеральда Надлера – «Полстом Джерри». Сенатора-демократа Элизабет Уоррен, которая метила в президента США, Трамп сравнил с героиней диснеевского мультфильма «Покахонтас» за то, что Уоррен заявлял о своем индейском происхождении. Один раз Трамп даже скрестил имена Джо Байдена и Барака Обамы, которые оба являются членами демократической партии. Чтобы называть эту связку одним именем, президент США придумал слово «Обайден». Такие уколы в адрес оппонентов не вредят напрямую их политической карьере, но надолго оседают в головах уколеблющихся избирателей. Когда те придут на избирательный участок, увидят бюллетени имя Джо Байдена, они вспомнят его как Сонова Джо, престарелого политикана, который едва ли может соперничать с активным и остроумным Трампом. Образ Трампа-телезвезды укрепляет откровенные рекламные интеграции. В июле 2020 года президент сфотографировался в овальном кабинете Белого дома в нестандартной обстановке. Его привычную улыбку дополнили несколько банок консервированных бобов и пачки с пафлями. Так американский лидер поддержал свою дочь, Иванку Трамп, которую выложила в Твиттер фото с продукцией Goia Foods. Социальные сети, в частности Твиттер, это отдельная тема для разговора о Дональде Трампе. Это единственный за всю историю США президент, который из обычной виртуальной площадки для публикации коротких сообщений, по сути, создал официальный онлайн-канал Белого дома. Через Твиттер Трамп объявляет о правительственных указах, кадровых перестановках. Раньше эта информация доносилась только в пресс-подходах в Вашингтоне. Предшественник Трампа, демократ Барак Обама, администрацию которого, кстати, возглавлял Байден, был сдержанным и взвешенным политиком. Каждое его заявление было четко прописано, каждый указ и высказывание в адрес партнеров или оппонентов было продумано. С Трампом все по-другому. Республиканец завоевывает сердца американцев через привычную всем жителям США риторику. Мы лучше всех. Дональд Трамп может и вовсе не разбираться в этом, о чем говорит, но эта линия работает у него безупречно. Взгляните на заявление, которое Трамп дал на церемонии представления нового флага космических сил США. По его словам, в стране разрабатывают супер-пупер-ракету. Позже эту информацию подтвердил Пентагон. Речь шла, конечно же, о гиперзвуковом оружии, способном в несколько раз превышать скорость звука, но Трамп решил уйти от скучных определений и цифр, непонятных для многих американцев. Он высказался просто и лаконично. Поверьте, слова о супер-пупер-ракете впечатлили гораздо больше людей, чем могли бы впечатлить нудные заявления о разработке новейшего высокотехнологичного оружия. При этом президент США отлично умеет уходить от прямых ответов на вопросы. К примеру, когда Трампа спросили, передаст ли он власть мирным путем в случае своего проигрыша на выборах, он не дал однозначного ответа. Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу процесса голосования. И это полная катастрофа. Процесс голосования вышел из-под контроля. И вы прекрасно это знаете. Знаете, кто еще знает об этом лучше всех остальных? Демократы. Любой выпад в сторону Трамп всегда переводит на оппонентов или просто уходит от ответа. Эта словесная перепалка между кандидатами на пост президента заслуживает отдельного внимания. Она проходила за 10 дней до выборов. И градус напряжения рост просто на глазах. С самого начала Трамп достает главный козырь – вакцину от коронавируса. Он говорит, что она будет готова уже очень скоро, в течение нескольких недель. Но когда ведущий уточняет у него сроки, президент произносит. Да, в течение нескольких недель. Но это не гарантировано. Но это не точно. Это отлично показывает привычную стратегию Трампа. Самое главное – сказать, произвести эффект. А уже после – разбираться. Мы видим, что Трамп владеет очень хорошими коммуникативными навыками. Конечно, эти приемы могут не сработать у человека, который не освоил и базовые навыки повседневной коммуникации. Важно понимать не только, как манипулировать и мотивировать делать что-то другого человека, но и понимать, что могут использовать по отношению к тебе. Эту тему я у себя активно раскрываю в историях Инстаграма. А после самое интересное сохраняю в хайлайтах. Поэтому переходите по ссылке, если интересно, погрузиться в эту тему подробнее. И еще один прием, который Трамп использует довольно часто – акцентирование внимания на промахах оппонента. Когда Байден говорит о том, что огромные объемы добычи нефти вредят окружающей среде, Трамп проникновенно смотрит в камеру и вопрашивает, будто бы у каждого американца. Ты запомнишь это, Техас? Запомните ли вы это? Пенсильвания, Оклахома, Огайо. Он перечисляет эти штаты не зря. Это основные нефтедобывающие штаты, благосостояние которых напрямую зависит от политики по добыче нефти. И задача Трампа – показать им, что Байден их враг. Никто уже не вспомнит прошедшие три с половиной года, в течение которых США значительно укрепили армию, справили ситуацию с безработицей после Обамы. Здесь, как и в публичных выступлениях, сработал закон «Края». Люди запомнили только то, что к концу срока президента страну раздирал ковид. И по заболевшим и умершим США до сих пор находятся на первом месте в мире. Итак, 7 ноября демократ Джозеф Байден набрал 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в президентской гонке. The Washington Post, CNN и NBC выдали информацию, что Байден становится новым 46-м президентом Соединенных Штатов. Трамп и здесь не изменил себе. Он заявил, что демократов фальсифицировали выборы. Президент просто не мог поверить, что половина страны проголосовала за его соперника. Команда Трампа подала иски с требованием остановить подсчет голосов в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Президент не признает свое поражение. Он уверен, что Байден побеждает только благодаря фейковым СМИ и массовым фальсификациям. Трамп усиленно держится за власть, не желая отпускать ее до последнего момента. На фоне остальных американцев, президентов, с 2000 года этот случай очень показательен. Лидер не готов смириться с тем, что он не продержался на президентском кресле два срока. И в свойственной только ему манере, прямо посреди всего этого карнавала американских выборов, Трамп отправился переваривать свое поражение на поле для гольфа. Итак, что мы имеем по Дональду Трампу? Его состояние с трудом помещается на экран калькулятора. Он засветился в фильмах и телешоу. И сделал практически невозможно, стал президентом США, не занимая до этого ни одну государственную должность. Его речи не всегда дипломатичны, и жесты не очень соответствуют стандартам для первого лица одного из крупнейших государств мира. Однако, его обаяние, умение появляться на публике шиком и блеском, умение посмеяться над оппонентами в стиле американских телешоу, завоевало внимание и любовь многих сограждан. Его откровенно консервативная риторика буквально поделила общество на две части, не понимающих друг друга. Но на фоне промахов демократа Обамы он смог вырвать власть в 2016 году. Почему же он не смог остаться на второй срок? Пожалуй, сложно ответить на этот вопрос так однозначно. А тут сыграло множество политических факторов. И значимо повлияло то, что президент не смог быстро справиться с коронавирусом. Но все же, надо признать, что он был довольно ярким и харизматичным лидером США. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Ну ничего страшного Субтитры создавал DimaTorzok